Прокомментировал Луценко и вчерашние события в парламенте, а именно приход силовиков. Нарушение регламента очевидно, но есть ли нарушение закона, посмотрим, сказал генпрокурор и добавил, что ГПУ готова дать оценку случившемуся, если будет соответствующее заявление нардепов. А вот как нардепы отреагируют на выход из Лукьяновского СИЗО Романа Насирова, мы, видимо, узнаем завтра. По последней информации, залог в 100 миллионов гривен за него внесла супруга. Мой коллега Олег Решетняк находится возле здания изолятора и чуть позже выйдет в эфир с последними новостями. Сами же избранники, похоже, пережили день вчерашний и сегодня работают, как ни в чем не бывало. За повесткой дня в парламенте сегодня наблюдала и я. Сегодня в Раде все настолько спокойно, как будто и не было вчерашнего сорванного заседания и прихода силовиков. Правда, спикер появился и говорит, что все события расследуют. Вчера произошли инциденты в парламенте, когда я пребывал на заседании Ради национальной безопасности и обороны. Хочу сказать, что все инциденты будут выучены. И я дал поручение провести расследование. И с привода того расследования я обязательно проинформую и горифракций, и депутатов. А пока оценивают работу самого Порубия. И в коалиции еще минус нардеп. Пане Голово, из-за того, что вы порушуете систематично регламент, вы сделали с парламентом чебуречную. И я не могу дальше заходить здесь в коалицию, которая ведет до такого бардака. Я выходу из коалиции. Вот моя заявка. Самопомощь сегодня, как воды, в Рад набрала ни блокирования, ни ультиматумов. Ультиматумы только в оппозиционном блоке требуют вернуть вчерашнюю повестку дня. Наша фракция приняла решение, пока не будут рассматривать законы авторства не только нашей фракции, а и других, которые касаются переселенцев, которые касаются реальной поддержки населения, мы не будем голосовать и принимать участие в голосованиях за политические вещи, которые, возможно, интересны политическим силам, но не имеют ничего спорного с реальными нуждами граждан Украины. Но коалиция намерена придерживаться своей повестки дня и о своих вчерашних требованиях сегодня тоже позабыла, как передумала увольнять и Оксану Сыроид. Я не слышу о том, чтобы кто-то брал какие-то подписи, или не полегал на том, чтобы выноситься вопросы на разряд регламентного комитета. В общем, я против. Вот то, что мы видели вчера, это было нарушение закона, а то, что мы видели сегодня, это процесс окуларных переговоров. Украинская политика. Сегодня не поднимался вопрос уже Сыроид, и сегодня сама помощь уже как бы не бунтует. О важности законопроектов в Раде первым делом говорит присутствие генпрокурора. Он пришел с правками в УПК о заочном осуждении. Но сначала в Раде перерыв. Депутатам вовремя не раздали сравнительную таблицу, чтобы выяснить, что изменилось в документе после первого чтения. Здесь сама помощь и проснулась, увидев поправку, с которой не согласна. Еще больше об этой поправке спорили в зале. В итоге генпрокурор пошел на компромисс. С одной стороны, женщина-наводщица может сдать руководителей террористической организации, которые известны, и суд может закрепить эту угоду. С другой стороны, общество еще не привело к дискуссии с этого привода. Я могу с этим согласиться. Поэтому я бы предлагал проголосовать за этот закон, который уже завтра в разе его подписания даст возможность начать судовый процесс по 190 справок, что находятся в суде в заочном порядке, включающих экс-президента Януковича. Но, голосуя в целом, я бы предлагал в зале снять слова террористической организации. Закон приняли. Даже Батьковщина проголосовала. Правда, из собственных побуждений. Этот закон про заочное засуджение будет использоваться не только для тех, кто был в владе Януковича. Он будет использоваться для сегодняшних можно владельцев, для сегодняшних высокопосадовцев. Потому что они, на самом деле, такие сами, как и предыдущие. Также успешно Рада проголосовала, правда, пока в первом чтении, закон о квотах на телевидении. Согласно ему, 75% эфира будет на украинском языке. Но над тем, как идеи реализовать на практике, еще будут думать до рассмотрения во втором чтении. Еще парламент создал электронный реестр военнообязанных для того, чтобы знать, сколько в Украине призывников и оптимизировать мобилизацию. Также Рада усилила ответственность бойцов, в том числе за употребление спиртного. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Иван Ерымков, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер.